смотрите как красота вот прямо мы живем вот в горах вот сейчас залогов плохо видно но тут кругом вот такие вот горы а вот при наш вот при церкви наш монастырь в котором мы жили вот этот домик вон тут красотища а В общем, пробка, и все стали, одни заехали на обочину одним колесом, а мы заехали на эту обочину, соответственно. И получилось между рядами такое расстояние. Покажи вперед, или назад покажи. Это сделано для того, чтобы машины экстренных служб могли проехать беспрепятственно, то есть на большой скорости, скорая, пожарная, либо какие-то ремонтники. Пробка, на самом деле, из-за ремонта дорог небольшая, поэтому, соответственно, мы затормозили движение наше. Но такая штука очень интересная. Мы в Европе не часто бываем, поэтому видим такое в первый раз. Сейчас через 700 метров будет граница. Момент истины. Рома проходит для нас границу. Мне кажется, он заплатит за что-то. Мне тоже. Тоже, да, кажется? Да. Может, я бы хотел какую-то игрушку. Нет, без не нужна. Зато мне продали вот такую штуку за 40 евро. 40 евро? Да. Что это? Дороги. Швейцарские или хренштейнские. Что надо приклеить. Приклеить на стекло. Это значит, что мы заплатили налог дорожный в Швейцарию. Мы теперь совершенно спокойны, что нас никто не оштрафует, если милиционеры. Мы же не знаем, какие правила, правильно? Может, они докапываются до этих. Или там где-нибудь ходят по парковке и билеты всем выписывают. Как бы, я не знаю. Ну, поэтому, как бы, что париться. Мы приехали отдыхать, и сейчас за 40 евро будем переживать о том, что вот там мы сэкономили. Один раз покушать стоит 40 евро. Теперь спокойно поедем в Лихтенштейн и Швейцарию. А я камеру выключила, и я боялась. Ну, ты их, может, испугалась, да, что у нас сургаться будет? Да, да, я думала. Вот видишь, он заодно и проверил сразу у нас наклейку. То есть, в принципе, хорошо, что купили. Могли проехать, могло бы ничего и не быть, на самом деле. Но, ребят, надо жить честно. Да, честно. Тогда и вам на душе будет спокойнее. И, как говорится, хочешь изменить мир, начни с себя. Если тебе кажется, это дорого, там, еще что-то, ну, то я не езди в такие страны. Есть страны, которые по карману, которые ты будешь спокойно себе... Ну, которые ты можешь себе позволить поехать, правильно? О, сразу бензин. Евро 60, евро 50, евро 60. Только что мы заправляли... Ну, только что были на заправке бензин там евро... 10, евро 15, да. Сразу высокое. 40% прозенца. Очень часто такое бывает, что ты приезжаешь в страну один раз в жизни. Экономя на всем, ты не получишь тех... того удовольствия, что ты можешь получить в этой стране. Я не знаю, приехать в Африку и не сходить на сафари. Смысл тогда было ехать в Африку. А сафари очень дорогие там, в Африке. Или приехать в Лос-Анджелес, там, грубо говоря, и не сходить в студию там Universal. Ну, тоже сомнительно. Я до сих пор помню случай, который рассказали, напомнишь? Есть одна девушка, которая очень любит путешествовать, и у которой бюджет очень ограничен. То есть она на последние деньги посещает разные страны, и не только дешевые. И на еду у нее не хватает, и она пьет кипяточек, чтобы кушать не хотелось. Да, утром Роллтон, вечером кипяточек, либо чай, если есть в номере бесплатный. Ну, либо с собой берет чай с сахаром. Ну, так вот дней 10 поживет, заодно и похудела. Так в этом нет проблем, потому что она не жалуется на это. То есть она сама выбирает. Ей так комфортно, да, и это нормально. Но вопрос в том, что, допустим, она хочет поехать полетать на Гранд Каньонном на вертолете. Она может это себе позволить и сделать. Но она будет экономить на еде. Это ее выбор, это ее право. Но, по крайней мере, она увидит то, что хотела увидеть. Я говорю про другое немножко. Я говорю про то, что ты просто приехал, вышел из самолета, грубо говоря, в отель заселился, посмотрел по сторонам, походил, погулял и обратно уехал. То есть, опять же, каждый выбирает сам. У меня позиция такая, я вам только что сказал. Молодец, очень быстро получилось. Ну да, майк создал. Создал майк? Да. Одна из немногих достопримечательностей Электренштейна. Замок Вальдус. Настоящее жилое помещение. Частная территория, это не музей, не государственная какой-то территория. Обычный жилой замок. Люди здесь живут, висят знаки о том, что частная территория. не заходите, не заезжайте. Вот, поэтому смотрим вот только снаружи. Ну а так, в принципе, прикольный замок с настоящими бойницами, с кранами, чтобы поднимать какие-то припасы, если замок осажден. с балконом, когда правитель мог выходить и там какие-то команды отдавать или переговоры вести. На самом деле прикольно. Первый раз вижу замок такой не музейный. Он реально чуть-чуть отличается. В нем есть какая-то душа немножко. Лихтенштейн одна из самых развитых стран Европы и мира. Здесь один из самых высоких уровней жизни. Один из самых высоких ВВП на душу населения. Одни из самых низких налогов. в мире. Очень многие компании пользовались раньше. Лихтенштейн был офшорной зоной. Сейчас немножко ужесточают правила для того, чтобы прекратить все это дело борьбу с оттыванием денег и так далее. Но, тем не менее, насколько я помню, налоги сейчас от порядка 3% для бизнеса, для местного, для иностранных компаний немножко другие правила. Лихтенштейн граничит с тремя странами на севере с Германией, на западе со Швейцарией и на юге с Австрией. При том, что в Лихтенштейне 32 тысячи человек работают, трудоустроенные официально, из них 16 тысяч приезжают на работу каждый день из соседних стран. Из-за этого пробки образуются утром на въезд, вечером на выезд. Лихтенштейн вообще размер 6 на 25 километров. Вот все, что за этой рекой, это уже Швейцария. Сейчас мы сюда поедем ночевать. Ночуем мы в Швейцарии до реки Лихтенштейн. Вот там вот уже начинается Австрия. Оттуда мы приехали. Буквально километров 10. Вот и вокруг нас Альпы. Красивые Альпы. Вот в таких домиках живут обычные лихтенштейнцы. Трехэтажный особняк рядом с замком Вальдус. Может даже несколько семей здесь живет, не знаю. Медные трубы сливные. Прикольно. Выглядит круто. Говорят, чтобы понять страну, надо сделать три вещи. Переночевать в ней, поесть местной еды и выпить местной воды. Хотя бы частично я пойму лихтенштейн, попью воды. Лихтенштейнской альпийских сальп, с альпийских гор течет-то вода. Надеюсь, это не последнее видео, которое вы смотрите. Это будет не последний глоток воды в моей жизни. Экономия. Три секунды нажимать надо. Улитки ползают большие. Прямо возле поилки вот такие улиты. Вот улитка. Вот улитка монстр. Прямо улитка здоровая с ладошкой размером. есть есть такие страны, куда приезжаешь и сразу чувствуешь себя расслаблено. Чувствуешься как дома. Вот, например, сейчас у меня Америка такая. Я приезжаю туда и я совершенно себя не чувствую там инородно. А в Лихтенштейне какая-то у меня была все равно внутренняя неприятие. Стрекой домик прикольный. А в Австрии? В Австрии никак. Ну, то есть не было Чисто турист, да? Ну, не, вообще никак. Ну, то есть не было и какой-то не было чувства, что как-то круто, приятно и не было какого-то отторжения. Ну, то есть вообще никак. И вот слава. В Швейцарии пока вот только въехали, не знаю, 5 минут назад, 15 километров проехали. Но как-то как-то повеселее мне как-то стало, даже не знаю. Ну, в плане просто смотришь вокруг, как-то приятнее смотреть. Отель Ру. Ну, расскажи, что ты делаешь. Делаю самостоятельную регистрацию. Первый раз такое вижу. А у тебя было уже так? Нет, но смысл то, что не присылают письмо, в котором указано booking number и ты это вводишь. Все. Сейчас ведут ключи. завтраком. Прикольно, открываешь окошко, пахнет коровками. что у нас напротив ферма. Представляешь, заселяемся и номер уже с завтраком. вот тут вода стоит. Кристалл написано. И печенька лежит. Я воду, может, я сейчас позавтракую? А что, тогда один из нас останется без завтрака? Почему? Тут наверняка завтрак на двоих. Дай посмотреть. Вон, у тебя свой завтрак, что ты... Она слишком тонкая. вафелька, потому что... Чего ты прям так близко? Может, вот так вот еще? Да нет. Дай пожалуйста. Ну да, мне. Ты вообще бесплатно лежишь без завтрака. Мне. Я хочу печеньку. Я тоже хочу. Все, всем поровно.